Если вы хотите узнать то, что там придумал Дэйм от Роллиплей по борьбе с Дэймщиками, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед этим Аризона, Роллиплей Феникс, Айпи, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому заходите туда, подписывайтесь. Там же есть, в моем телеграм-канале есть гиперссылочка на конфу в телеге, в которой мы все общаемся. Там, знаете ли, весело, интересно, задорно и вообще замечательно, поэтому заходите туда. Там уже более 30 человек или менее 30 человек, поэтому заходите, а мы начинаем. Я давно знаю такой проект, как Даймонд Роллиплей. И могу с уверенностью сказать, что на Даймонд Роллиплей неоднозначная политика. Касательно абсолютно всех вещей, которые у них там есть. Касательно игрового процесса, касательно ютуберов, которые снимают на данном проекте. Касательно еще большого количества разнообразных деталей и всего-всего прочего. Однако сегодня я поговорю о том, что максимально однозначно. О ДМщиках на GTA Samp серверах. Потому что ДМщики это просто, это пидорасы конченые. Это, блядь, мрази лютые, это подлецы, это наглецы. И лично я считаю, что они должны быть наказаны по всей строгости закона. В общем-то, там, знаете ли, давно уже на обсуждениях были всякие вот эти вот темы по поводу того, что ДМщики, там, как это плохо, как это хуёво, а что там, да как вообще, там, тыры-пыры, восемь дыры. Но по итогу, вот не так давно, Даймонд Роллиплей пришли к одному такому единственному выводу. То есть, если раньше за ДМ давали варн, и человека, там, знаете ли, моментально выкидывало из фракции, он больше не мог никуда вступить нам в время действия этого варна, то теперь вместе с этим самым варном человек не будет получать бриллиантики. Какие-то там, я не знаю, бриллиантики, которые человек получал каждый пейдей. Я не знаю, что это за бриллиант, но, насколько я лично понимаю, как написало одно из желтушных изданий, которые вы все, разумеется, знаете, эти самые бриллиантики, они нужны для того, чтобы там, вот, контейнеры открывать. Контейнеры, которые там, типа, может что-то дропаться из них, там, какие-то шмотки, какие-то вещи, может вообще какая-то лютая поебень выпасть, может там, что-то жёсткое, прям такое, знаете ли, нормальная выпасть. Поэтому, как бы, ну, что могу сказать, настоятельно рекомендую, наверное, на Diamond Railplay. Вроде как, Arizona тоже хотела нечто подобное добавлять или не хотела нечто подобное добавлять, однако ладно. И вы знаете, игроки разделились на два лагеря. Те, кто говорят, что, типа, это бессмысленно, типа, и всё равно DM-ить. Начнут и те, кто полностью поддерживает любую инициативу касательно вот всех вот этих вот DM-щиков. Потому что, вот, бесит, вы знаете, вот ты куда-то едешь, весь такой, знаете ли, на позитиве, такой, о, я зашёл на свой любимый GTA-самп-сервер, вёл никнейм самого лучшего в мире ютубера, Дант Коннер, и вот я еду, я еду, 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 думаю, что куда-то приеду, там, к МИДа еду, ещё куда-нибудь. А тут просто какой-то пидорас малолетний, которому делать нехуй, он выходит, выпускает в тебя всю обойму, блядь, ты умираешь, там, появляешься где-то в больнице, лечишься, выходишь, опять тебя опять сливают, там, и, в общем, много всего. И лишь-то я считаю, что с DM-щиками нужно поступать намного радикальнее, то есть не только, там, знаете ли, выдавать варны и решать их каких-то бриллиантиков. Я бы их там, я не знаю, вообще банил, блядь, на дней пять, возможно, на неделю, потому что человек, который начинает DM-ить, вот я даже себя вспоминаю в те годы, когда я ещё играл в GTA Sample, когда я уже начинал DM-ить, ну, вы поняли. Это значит, либо другой человек меня просто по жести доебал, либо я просто не хочу больше играть на этом проекте, я хочу, чтобы, типа, ну, как-то пофаниться, порофлить и всё. То есть я уверен, что большинство DM-щиков поступает точно так же, что они уже не хотят играть на этом проекте и ждут какого-то значительного наказания, а тут им просто дают варны, типа, такие, ну, как бы, варна у тебя есть, ты там поиграй, ты там что-нибудь поделай, подумай, и, в общем-то, всё у тебя будет хорошо и, в принципе, нормально. А ты, как бы, такой, типа, да, или такой, типа, нет, чё, блядь, вот, и много всего. Однако, Diamond, Тролли, Плей сделали хоть что-то нормальное, сами же ввели какую-то, знаете ли, новую валюту по, типа, вот этих вот, знаете ли, бриллиантиков, и сами же вот ей начали вот так вот распоряжаться. Вполне нормально, вполне хорошо, я считаю, что вполне православно. Хоть что-то Diamond, Тролли, Плей, нормальное сделали из всего того, что у них было. Не сказать, что до этого ничего нормального они не делали, а вспомнить тот же чип-тюнинг, который они ввели тогда, когда на всех GTA-самп-серверах вообще ничего подобного в памине не было, а больше я и вспомнить что-то ничего не могу. Однако, если вы знаете достижения Diamond, Тролли, Плей в сфере обновления самп-серверов, то можете написать обо всем этом в комментарии, больше, или, там, хотя бы в 4 слова. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. IP Arizona, Тролли, Плей Феникс в описании, там же Телеграм-канал. Субтитры сделал DimaTorzok